Удобно, быстро и без отрыва от производства в республике продолжается массовая вакцинация на предприятиях. Выездные бригады медиков уже привили сотрудников детских садов, школ, работников различных сфер услуг. Сегодня врачи 2-й городской больницы вакцинировали сотрудников одной из нефтеснабжающих организаций. Температура не была. Ломота была? Сюда такая легкая ломота, немножко место болело. Ага, место инъекции болело. А в госуслугах оформляли нефтеснабжающих организаций? Да, конечно. Ага, все написали? Да. Александр Игнатьев сегодня завершает вакцинацию от коронавируса. Прививку первым компонентом он перенес без осложнений. Часто приходится по заправкам ездить. Но, в общем, это на самом деле ответственности перед сотрудниками, да, потому что, если, допустим, самому заболеть, то можно очень даже легко среди сотрудников разнести данный вирус. Вот, поэтому забочусь о здоровье своем, сотрудников, своих близких в первую очередь. И считаю, что вакцинация – дело важное, нужное. На предприятии созданы все условия для проведения вакцинации. Врачи принимают в трех кабинетах. Экономим время, силы, говорят сотрудники. Почти 70% работников этого предприятия завершили вакцинацию. Считаю, что нужно прививаться. Это безопасность наша, наших родных, наших близких, наших клиентов. На месте, на рабочем сделали, не надо никуда ходить. Удобно, коллективно, пришли без записей. Мобильные пункты вакцинации также работают в торговых центрах Чебоксар и Новочебоксарска, на рынках и у магазинов с большой проходимостью людей. Мы обращаем еще раз внимание на то, что люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями обязательно должны быть привиты, чтобы быть защищенным. Ситуация по коронавирусу остается неспокойной. К сожалению, отмечается некоторая напряженность. Поэтому у нас еще есть время успеть и защитить себя и своих близких от новой тяжелой инфекции. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.